Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приведет ли это к действительно энергетической блокаде Крыма? Мы поговорим с Юрием Смелянским. Добрый день, Юрий. Экспертом фонда «Майдан за кордонных справ». На ваш взгляд, в таком горизонтальном положении, когда опора находится, уже там не может же происходить передача электроэнергии? Продолжение следует... Экспериментировать можно как угодно. Вопрос, чем это закончится. Конечно, это уже ситуация, когда опора непригодна к эксплуатации. Теоретически она должна быть, ну и по правилам безопасности, отключена. или производится какие-то ремонтные работы, ставится, или же ставится, да, какая-то временная подпорка под... В любом случае, ну, как правило, это отключается, да? Да, оно должно быть отключено, и тогда уже проводятся какие-то работы. Хорошо, скажите, скажите, пожалуйста, ну это на самом деле, как вы все это охарактеризуете, не знаю, ну, квалифицировать это на работу следствия, если будет, да? Вот, ну, на ваш взгляд, что мы сейчас видим? Да, вообще-то мы видим следствие того, как политическое руководство Украины превращает серьезные вещи практически, да, в балаган, который находится вне правового поля страны. Как бы то ни было, акция, которая инициирована была представителями Крымско-Катарского народа, по сути, это гражданская акция, да? Гражданская блокада Крыма, да? Гражданская блокада, гражданская эмбарго, так правильнее будет говорить, уже два месяца продолжается. В течение двух месяцев посылались сигналы политическому руководству страны на то, чтобы оно каким-то образом, да, изменило или, по крайней мере, начало разворачивать изменения своей политики в отношении оккупированной территории Крыма. Тишина. Причем, какие первые ожидались, ну, скажем так, промежуточные итоги, да, по этой акции? Отмена закона АСС. Ну, уже столько говорено, переговорено о том, что… О том, что его или менять, или отменять необходимо, да? Надо отменять, но, учитывая, что прописать в законодательстве какие-то особенности экономических взаимоотношений необходимо, надо разработать что-то новое. Но первый этап – отменить. Тишина. Вот буквально прошлый четверг мы были на заседании межфракционной группы Крым. Вот говорили об этих вопросах. Ноль. Окей. Хорошо, смотрите. Тогда я предлагаю. Вы говорите, что власти молчат. Но одним из органов власти в Украине является власть законодательная. Народные депутаты Украины. Вот, кстати, что думают народные депутаты Украины по поводу возможной энергетической блокады. Насколько возможно или невозможно такая блокада украинского полуострова. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Не допустить продления контракта о поставках электроэнергии в оккупированный Крым призывают лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев и нардеп Георгий Лагвинский. Они обнародовали результаты служебной проверки Кабмина обстоятельств заключения скандального контракта, подписанного между государственными предприятиями России и Украины год назад. Согласно выводам, трехсторонний договор на поставки электроэнергии в Крым содержит признаки целого ряда преступлений. К тому же, по данным расследования, только в январе этого года он причинил убытки госбюджету на сумму около 100 миллионов гривен. Я хотел бы процитовать вам висновки цієї комиссии, які я зазначил Кабминет Министров Украины. В действиях причетных докладных контрактов посадовых осіб месяца ознаки злочинів. Передбачено статтями 111, державная зрада, 191, привласнение затратам майна або завладнение ним шляхом зловживания службовым становищем, 258, терапиять, финансирование терроризма, 258 подробных документов, печаток штампов точно. Прокуратура Крыма порушена криминально проваджена за зазначенным фактом. Можете також повідомити, що відносно осіб, які фигурують в контактах, теж існує криминальне провадження. Одною із сторон контракта, по словам Лагвинского, является Крымэнерго. Українське предприятие, отнятое оккупантами. На данный момент оно не имеет никакого законного статуса. И заключать контракт с ним українські чиновники права не имели. К тому же в отношении нынешнего руководителя Крымэнерго Виктора Плакиды открыто уголовное производство по статье 111 «Госизмена». Лагвинский утверждает, что контракт лоббировали лица, приближённые к российскому бизнесмену Константину Григоришину. Сам бизнесмен тоже признался в СМИ, что принимал участие в подписании договора. Нардеп уверен, те, кто способствовали заключению энергоконтракта, скрывали этот факт и пытались скрыть другие его детали. Итак, например, в рамках служебного расследования фигурировал контракт, вроде похожий, только вместо слова «Крымский федеральный округ» здесь написали «Крымский полуостров». Однако лица, которые пытались скрыть эту историю, не обратили внимания, что копия оригинального контракта осталась в таможне. И он выглядит немножко по-другому. На нём есть печать таможенных органов. Лагвинский отмечает, что скандальный контракт следовало бы разорвать, однако по условиям документа это не так просто. Все споры по нему должны рассматриваться российским арбитражным судом. То есть надеяться на его объективное решение невозможно. По итогам служебной проверки Кабмина было рекомендовано вынести на рассмотрение парламента вопрос об увольнении министра энергетики Владимира Демчишина. Однако он до сих пор занимает свою должность и публично заявляет о необходимости продления контракта. Ну это примерно так. Скажем, во Второй мировой войне Советский Союз какой-то министр приносит постановление передавать гитлеровцам на оккупированной территории продукты питания, электроэнергию, потому что там остались наши граждане. Вот представьте, что бы было бы с этим министром? Мы об этом, конечно, будем говорить с президентом. Я думаю, всё-таки этот договор не будет подписан, но я хотел бы, чтобы об этом знала общественность. Нардепы требуют не просто не продлевать контракт об энергоснабжении Крыма, но и ввести энергоблокаду полуострова. Украинские власти заявляют, что перед этим необходимо обезопасить регионы Украины, которые могут пострадать, если российская сторона примет ответные меры и тоже ограничит энергопоставки в страну. Почему, если более 95% крымских татар говорят, отключайте всё, прекращайте всё, любые поставки, мы готовы терпеть, лишь бы эта оккупация закончилась. А почему там не могут потерпеть временные неудобства, связанные с поставками электроэнергии? Где тут у нас такое равноправие? Эти разговоры о том, что вот там будет плохо, там будет темно, а вот тем людям, нашим ребятам, которые на границе погибают, это что, легко? Где же так однозначное отношение ко всем нашим гражданам? Между тем, компания ТНС Онлайн Трек огласила результаты своего опроса относительно мнений жителей материковой Украины об энергоблокаде Крыма. Согласно её данным, эту идею поддерживает почти половина граждан. Против неё высказались 38% респондентов. Опрос был проведён в октябре. Больше всего сторонников энергоблокады среди жителей западных и центральных регионов страны. С вами Александр Янковский. Вы смотрите программу «Голос Крыма» в нашей студии Юрий Смельянский, эксперт фонда Майдан за кордонных справ. Сегодня мы говорим про энергетическую блокаду. Почему мы говорим сегодня, а не снова? Потому что прошло уже два месяца с 20 сентября 2015 года с начала так называемой гражданской блокады и сегодня были повреждены сразу несколько электроопор высоковольтных, по которым передаётся электроэнергия в Крым. На ваш взгляд, Юрий, я сейчас смотрю данные. На сегодняшний момент Крыму необходимо 900-950 Вт. В компании «Укрэнерго» говорят о том, что энергообеспечение Крыма осуществляется по высоковольтной линии 330 кВт Каховская-Островская и 330 кВт Каховская-Джанкой в объёме до 650 МВт мощности. При необходимости Крыму значит 950 МВт. Это вот на данные на сегодняшний момент после повреждения этих двух электроопор. На обоих линиях критические повреждения, которые могут привести к выходу из строя, например, вследствие неблагоприятных погодных условий сильных порывов ветра. Это приведёт к полному отключению Крыма и существенному снижению надёжности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от ПС, это, наверное, подстанция, подстанция Каховская. При отключении всех трёх линий, которые передают электроэнергию из подстанции Каховская в Крым, создаётся ситуация, при которой схема подстанции становится крайне ненадёжной. Тогда выход из строя ещё одного элемента ПС может привести к её полному погашению, соответственно, обесточиванию до 40% потребителей Херсонской и Николаевской области. Скажите, пожалуйста, тут сразу возникает два вопроса. Первый вопрос, если действительно в таким аварийным порядком прекращается подача электроэнергии в Крым, получается, что от этого могут пострадать не только в Крыму потребители, но и потребители в южной части Украины, Херсонской и Николаевской области. Насколько это действительно так? Это действительно так, потому что система единая, и она устроилась там, не очень-то учитывалась, возможностей отключения одного региона, сохранением обеспечения другого, инженерно-технологические подходы, расстановки сетей под станции были совершенно иные, но здесь вопрос в другом. Сегодня 21 месяц с момента начала оккупации. На наш взгляд, это достаточное время для того, чтобы предусмотреть, что у нас есть оккупированная территория, что у нас есть контролируемая территория, и могут, мы сейчас даже не говорим, отключили, да, может возникнуть ситуация, при которой подача электроэнергии на оккупированную территорию будет прекращена, а значит, не должны пострадать люди, которые живут на контролируемой территории. Но этого никто ничего не сделал. Вот, например, объявить тендер, чтобы поставить приборы учета на Днепровскую воду для Северокрымского канала, причем с непонятными на сегодняшними целями и месте, где это делается. У государства находятся средства, а вот обеспечить безопасность электроснабжения, да, то есть для регионов, прилегающих к оккупированным территориям, средств, получается, нет. Такая очень странная позиция. И вот, честно говоря, вот мы сейчас слушали с вами мнение депутата Верховного Совета Украины по поводу энергоснабжения. Все правильно они говорят. И господин Логвинский действительно, как очень грамотный юрист, говорит все правильно. Только у меня вопрос несколько в другом, наверное, в другой плоскости будет. У нас парламентская президентская республика. Парламент утверждает кабинет министров. И депутат выходит и рассказывает гражданам. Это хорошо, что он рассказывает. Но только в его, в том числе, функциональных обязанностях не только рассказывать, но еще и делать. Так вот вопрос, а почему тогда орган, который утверждает в том числе господина Демтишина как министра энергетики, до сих пор не снял его с работы? Даже не инициировал этот вопрос? Слушайте, может быть потому, что, я как бы вижу тут два ответа на этот, сложный вопрос, но ответ, по-моему, достаточно простый. Первое, что у нас де-факто все-таки президентская республика, а не парламентская, как и была при Януковиче. И второе, может быть, ответ на этот вопрос, это то, что парламентариям вообще как-то не до Крыма. И вообще, может быть, немножко не совсем до страны. Я не говорю, что всем, но какие-то вопросы... За очень редкими исключениями, вы правы, это действительно так. И, в общем-то, сегодня мы уже вспоминали прошлый четверг встречу с нефракционным объединением Крым, и те мнения, которые они высказывали, пока шло обсуждение и вопросов акции, проводимой сегодня на административной границе с Крымом, и в вопросах, как бы, а как быть дальше, по сути, мы им в открытую сказали, что с теми итогами, которые мы имеем сегодня по политике в отношении оккупированной территории Крыма, присутствие депутатов в основной массе, за исключением Чубарова, Джамилева, может, еще нескольких человек, вообще в Верховном Совете Украины бессмысленно. Они там не нужны. Потому что они в реальности работают не на результат, а на самопиар. Больше ничего. Окей, хорошо. Значит, давайте теперь вот конкретно. Как вы думаете, как будут дальше развиваться события на сегодняшний день? Вот нет, уже нет, не хватает в Крыму электроснабжения. Правда, крымские так называемые власти, они сказали, что мы уже привели в боевую готовность вот эти все наземные генераторы и так далее. И, в принципе, мы готовы к тому, чтобы вечером, когда будет пик, возникнет пик нагрузки, да, что мы все это запустим. Хватит вот этих самых генераторов или не хватит? Не хватит. Понятно, что в этой ситуации крымчанам придется вспомнить, что такое верное отключение и, наверное, оно будет достаточно часто. Да, дизель-генераторы эти будут работать, какой-то объем электроэнергии они будут производить, генерировать. Куда она пойдет в первую очередь? в ФСБ, в прокуратуру, в суды, в руководящие органы вот этих всех псевдо-руководящие органы псевдо-правительства, что в Симферополе, что в Севастополе, на обеспечение военной базы. Да, но вы так говорите, как будто эти здания находятся не в городе, например, в Симферополе, да, то есть как будто можно и как-то подать электроэнергию по единой вот этой системе и вот на отдельные здания. Ну, вы знаете, вот поэтому так оно и будет. Вот, допустим, есть там здание бывшего Совета Министров Автономной Республики. В центре, да? В центре Симферополя, вот на площади Ленина. Вот рядом с ним есть какие-то дома. Вот есть линия, которая снабжает Совет Министров бывшее здание, да, и к нему где-то пристегнуто пару-тройку домов. Им будет везти. Там будет электроэнергия. А на всех остальных могут, в принципе, и не надеяться. И все везде, где будут эти распределительные ТПшки стоять, ну, которые перераспределяют на направление, да, там, электроэнергии, они будут отключены. Те, которые отключить невозможно, понятно, что вот они сидят на одном месте, они будут снабжаться не потому, что о них заботятся, потому что их отключить нельзя. Ну, все. То есть максимально все, что можно, будет выключено для того, чтобы обеспечить как это будет называться, первичные институты по жизнеобеспечению в Крыму. Понятно. Хорошо, смотрите, получается так, на сегодняшний день, но мы слышим слова господина Демчишина, который говорит, что нельзя прекращать там поставку электроэнергии в Крым, потому что там находятся наши люди. с другой стороны, заканчивается срок действия этого договора, ну, и с третьей точки, и вот как бы с третьего момента еще есть, что Украина, в Украине, собственно говоря, может быть, и деваться-то некуда, и все равно придется продолжать срок действия этого договора. Ну, а что значит некуда деваться, а кто ее заставляет? Я не знаю. Вот, поэтому все, что может заставить руководство страны подписать подобный договор, он реально преступный, потому что в этом договоре фактически признается оккупация Крыма, вернее, даже не оккупация, а аннексия признается. Потому что федеральный российский округ, так. То заставить в этом случае политическое руководство страны согласиться на подписание подобного документа может только или финансовый интерес, или интерес в дальнейшем сотрудничестве со страной-оккупантом. Окей. Хорошо. Но это тогда никак не складывается в отношении государственных интересов Украины. Хорошо. Давайте предположим, смоделируем ситуацию, здесь совсем немного времени осталось, до 14-го числа, когда заканчивается срок действия этого договора, до 14-го декабря. Предположим, договор не будет подписан, и 14-го числа Украина прекращает поставки. Какие действия, на ваш взгляд, предпримет Российская Федерация? Ну, она попытается отзеркалить, скажем так, свои действия, в чем-то ущемить Украину. Но первое действие Россия уже совершила. С 1-го января 2016-го года вводится продуктовое эмбарго на все поставки из Украины на территорию Российской Федерации. А когда вы говорите про продуктовое эмбарго, я понимаю, что не выводите, но вот вы говорите продуктовое эмбарго, это имеется в виду и продукты питания или вообще все товары и услуги из Украины? Нет, продуктовое эмбарго имеется в виду в первую очередь поставки продовольственных товаров, которые поставлялись на территории Российской Федерации из Украины. То есть, это сырье, да, там, скажем, зерно, посолнечник, семечки и тому подобное и готовые продукции, то есть сыры, масло, молочка, кисломолочка. Ну, то, что раньше поставлялось с Украины в Россию, при том, что доля украинской, скажем, если мы будем говорить о кисломолочной продукции на российском рынке была очень высокой. Да, ну, смотрите, я понимаю, Арсений Ценек, вот в среду было заседание правительства, он уже выступил по этому поводу и сказал, что приблизительные убытки украинских предприятий в течение 2016 года от потери российского рынка составит около 600 миллионов долларов. Но мне вообще более интересен ответ на другой вопрос. Почему вообще у нас до сих пор продолжается уже полтора года, у нас забрали часть нашей территории, но у нас продолжаются торговые отношения, ну, окей, невозможно сразу все расторгнуть, нет там горячей фазы конфликта, но почему они продолжаются? Ну, они в действительности постепенно угасают и доля украинского экспорта, если посмотреть по структуре места России, оно все ниже, 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 ниже растет доля стран Африки, азиатских государств, и тому арабских стран, и тому там Европа не настолько сильно, ну, в целом растет, растут доли этих направлений, а Россия все больше и больше уходит на задний план, ну, хотя, вот, на наш взгляд, этот вопрос уже давно можно было решить. На ваш взгляд, вообще есть... И при этом, вот тут опять идет расхождение в заявлениях, да, господин Яценюк говорит о 600 миллионах долларов потерь, министр агрополитики Украины говорит о том, что это нам вообще не страшно. Мы уже давно почти... Мы уже переориентировались, да, там уже практически переориентировались, и это ничего не повлияет. И вот как бы на протяжении года та информация, которая попадала для анализа с точки зрения взаимоотношений торговых Украины, ну, в целом, по экспорту, то я как бы больше согласен с позицией министра агропромышленного комплекса, потому что... практически ничего на сегодняшний день Это уже нам сегодня особо не страшно. Хорошо. Смотрите, есть ли тогда необходимость продолжения с 1 января 2016 года этой, так скажем, продуктового эмбарго, гражданского продуктового эмбарго или гражданской продуктовой блокады на границе с автономной республикой Крым, если Россия сама запрещает теперь ввоз украинских товаров на свою территорию? Да, к сожалению, да, к сожалению, то есть есть необходимость, да, продолжения? Да, к сожалению, в том плане, что зима и как бы не хотелось, чтобы наши граждане мерзли, это все-таки степень, открытая местность, нерешенно-сновополагающий вопрос, позволяющий группе украинских крупных владельцев капитала, имеющих работающие активы, которые сегодня зарегистрированы уже, да, как резиденты страны-оккупанта, продолжать набивать свои карманы, работая в интересах оккупантов на оккупированной территории, но никак не в интересах Украины, то есть не отменен закон о свободной экономической зоне Крыма. Соответственно, в любой момент могут какие-то поставки, если это будут не продукты питания, то сырье, строительные материалы и так далее, то, что действительно сегодня оккупантам надо для того, чтобы в первую очередь развивать свою военную базу, которую они там строят, может снова пойти. Ясно. Хорошо, понятно. Значит, тогда скажите мне, пожалуйста, когда может быть, и вообще вы верите в то, что, потому что тут уже, знаете, апеллировать к знанию не приходится, просто вы верите в то, что Украина отмерит этот закон о свободной экономической зоне или нет? Я верю в то, что гражданское общество может понудить политическое руководство страны сделать необходимые шаги в этом направлении. Как вы думаете, когда это произойдет? Наверное, когда до конца терпения лопнет. Но проявление, вот сегодня в Фейсбуке очень много обсуждаются, да, вот эти последние эксцессы, там, побили Допкина, побили генерала СБУ на заседании. Да, это плохо. Это не, ну, скажем так, не парламентские, методы ведения общения. Но, по сути, это такие мелкие Врадиевки 2013 года. То есть, если политическое руководство страны ничего не делает из того, что ожидает общество и что поручило ему общество, когда голосовало за это политическое руководство, начинаются Врадиевки. Ведь в 2013 году начиналось все точно так же. Ну, только Врадиевка была тогда масштаб. Сейчас пока по мелочам. Это мелкое выпускание у того всего накипевшего негатива от бездеятельности политического руководства страны в тех направлениях, которые реально ожидает гражданское общество страны. Спасибо. Юрий Смельянский, эксперт фонда Майдан за кордонных справ, был гостем нашей студии. Напомню, дорогие мои, что сегодня мы говорили о возможной энергетической блокаде Крыма. О том, почему это не происходит на законодательном уровне, а также о том, что сегодня в ночь с 19 на 20 ноября были повреждены две опоры линии, высоковольтных линий электропередач, которые поставляют электроэнергию в Крым. и на данный момент на вечер 20 ноября поставки электроэнергии в Крым существенно ограничены из Украины. Как будут дальше развиваться эти события, мы обязательно расскажем в эфире Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова